Очень многое можно купить или оплатить в интернете. Это удобно и быстро, нет никаких очередей и хлопот со сдачей. Конечно, монеты и купюры онлайн-магазины не принимают. Они работают с электронными средствами оплаты. И чаще всего это банковская карточка. И в этом уроке мы рассмотрим внимательнее, что за данные на ней указаны и что из этого нужно хранить в секрете. Итак, на любой карточке есть имя и фамилия держателя и номер. В нем может быть 16, иногда 18 или 19 цифр. Еще на лицевой стороне указан срок действия карты. Примерно за месяц до этого времени ее нужно перевыпустить. Хотя деньги со счета никуда не денутся, просроченной картой уже нельзя расплачиваться. Что значит цифры в номере? Первые шесть указывают на платежную систему, в России это обычно виза или мастер-карт, и на банк. Часто у клиентов одного банка эти цифры совпадают. Следующие девять цифр. Самые ценные и секретные в номере. В них закодирована ваша личная информация. Последняя цифра проверочная. Она помогает системе убедиться, что вы не опечатались, вводя номер при покупке. С этим номером нужно обращаться осторожно. Сообщайте его только тем, кому доверяете на все 100, и лучше передавать номер лично, а не пересылать по почте или соцсети, где мошенники могут его перехватить. Если же лично никак не получается, то письмо или сообщение с данными карты нужно удалить сразу после отправки, из истории общения, а потом и из корзины. Ведь те, кто взламывает аккаунты, в первую очередь ищут в переписке пароли, номера счетов и банковских карт, копии паспортов, а также другую ценную личную информацию. Выкладывать фотографии и карточки в интернет тоже не стоит. Если очень хочется, то обязательно закройте номер или хотя бы средние девять цифр. Почему это важно? Если заветные цифры попадут к мошенникам, они смогут расплатиться вашими деньгами в каком-нибудь интернет-магазине, которому для оплаты достаточно только номера карты. К счастью, таких магазинов мало. Обычно требуется еще срок действия и секретный код с обратной стороны карточки. Называется он CVV или CVC и состоит, как правило, из трех цифр. Когда вы вводите его при покупке, тем самым подтверждаете, что карточка у вас на руках. Запоминать CVV, в отличие от номера с лицевой стороны, не имеют права ни браузер, ни интернет-магазин. Его надо вводить на сайтах каждый раз заново. И передавать нельзя никому и никогда. То же относится и к пин-коду, который банк выдает вместе с карточкой. Эти четыре цифры нужны, чтобы снимать деньги в банкомате. И еще пин иногда просят ввести при оплате в супермаркете или в ресторане. Но знать пин-код не должен никто, кроме вас. Никогда не сообщайте его незнакомцам, даже если они представляются сотрудниками банка. И будьте аккуратны с банкоматами. Многие злоумышленники промышляют тем, что устанавливают на них накладные клавиатуры и другие устройства для кражи номера карты и пин-кода. Старайтесь пользоваться теми банкоматами, что стоят в отделении банка. Если появляется хоть какое-то подозрение, лучше поискать другой банкомат. Продолжение следует...